«Почитай мне перед сном!» – просит малыш. Но как обидно, когда уже надо спать, а книжка длинная и история не заканчивается. С такими сложностями сталкивался каждый читающий взрослый и каждый слушающий ребенок. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с интересной книгой «Сказки-минутки» на каждый вечер. В сборник вошли короткие произведения любимых детских писателей. Это очень гармоничная книга с получительными историями. По большей части, каждая из них действительно укладывается примерно в минутку или пару минут. Очень удобно, ведь не все малыши могут высидеть долгие чтения или вытерпеть родительское. Продолжение будет завтра. Всего в книгу вошла 31 добрая история. Давайте познакомимся с ними поближе. Сказки Михаила Плецковского, произведения в прозе и в стихах, давно вышли за рамки детской литературы. По мотивам сказок и стихотворений автора сняты многочисленные мультфильмы, создаются спектакли и детские шоу. Все потому, что в произведениях Плецковского действуют дети, животные, птицы. Персонажи небольших сказок писателя часто попадают в нелепую ситуацию из-за собственных недостатков. Они поддаются ленью, упрямству, вредным привычкам и часто проявляют чрезмерное любопытство. Вот, например, сказка «Урок дружбы». Жили два воробья – Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечко не сказал своему приятелю. «Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется», – подумал он. Так и склевал все зернышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько зернышек все же просыпалось на землю. Нашел эти зернышки Чирик. Собрал и полетел к своему приятелю Чику. «Здравствуй, Чик. Я сегодня нашел десять зернышек пшена. Давай их поровну разделим и съедим». «Не надо. Зачем?» – стал отмахиваться Чик. «Ты нашел, ты ешь». «Но мы же с тобой друзья», – сказал Чирик. «А друзья все должны делить пополам. Разве не так?» «Наверное, ты прав», – ответил Чик. Ему стало очень стыдно. Ведь он сам склевал целый ящик пшена и не поделился с другом. Не дал ему ни одного зернышка. Не стал избежать Чик своего приятеля. Взял у него зернышко, а сам задумался. Владимир Степанов является самым издаваемым детским писателем. Владимир Александрович пишет стихи, поэмы, песни, рассказы, сказки. Его стихи для детей очень простые, с легким слогом, с лирическим юмором и глубоким пониманием души ребенка. Лучшие из произведений Владимира Степанова являются достойным продолжением давних традиций русской литературы. Сказка «Зайкин клад». Приснился заяцу сон, будто на его огороде клад зарыт. Взял заяц лопату и давай клад искать. Весь огород перерыл, а клада не нашел. «Да не пропадать же о работе!» Посадил заяц на огороде капусту. Опять заяцу сон проклацнется. Решил он тогда копать поглубже. До самой воды докопался, но клада все равно не нашел. «Да не пропадать же о работе!» Устроил заяц на огороде оросительную систему. Вода из ямы течет и сама огород поливает. Сбежали соседи, удивляются. «Ай да заяц! Ай да работник!» От такой похвалы заяц даже сам проклад забыл. Ходит заяц по огороду, капусту окучивает. Блестит на солнце лопата. Играют на капустных кочанах солнечные зайчики. Богатый у заяца вырожай вырос. Часть капусты заяц себе оставил, остальное продал. Стал заяц деньги считать и проклад вспомнил. «Вот оно что! Я-то думал, клад в земле зарыт, а он вот где!» и постучал монеткой по лопате. Эмма Машковская всегда говорила, что всякий ребенок заслуживает большого количества сказок и поучительных историй. В произведениях Машковской каждый ребенок находит для себя любимого персонажа, столь же похожего на него самого или людей из его окружения. Книжные герои с легкостью становятся новыми друзьями, вызывают доверие и симпатию. Молодой читатель учится вместе с ними, ловит каждую фразу и делает собственные выводы. Суслик, который хотел быть похожим на человека. Жил-был суслик. Ему очень хотелось быть похожим на человека. Он надел на себя брюки и спросил. «Я похож на человека?» «Хм», – сказал человек. «Ты похож на суслика, который надел брюки». Суслик надел еще и рубашку и спросил. «Ну, я похож?» «Хм», – сказал человек. «Ты похож на суслика, который надел брюки и рубашку». «А», – сказал суслик. «Я забыл надеть пиджак». И он надел пиджак. «Вот теперь я похож на человека», – сказал суслик. Задумчиво сказал человек. «Ты еще не похож на человека, суслик». Суслик ударил себя в грудь и подскочил, и закричал. «Я знаю, я догадался. Я понял, что нужно, чтобы стать человеком, что необходимо, чтобы стать человеком, и чего мне не хватает, чтобы стать человеком». И он раздобыл себе еще и портфель, и очки, и шляпу, и галстук. «Ну, а теперь-то я человек», – сказал суслик. И важно пошел по делам. Топ-топ-топ. «Но когда он вернулся, шлеп-шлеп-шлеп, на нем не было ни пиджака, ни брюк, ни рубашки, ни шляпы, ни галстука, ни очков». «Что с тобой?» – спросил человек. «Со мной?» – спросил суслик. «Что это с тобой случилось?» – спросил человек. «Это не со мной случилось», – сказал суслик. «Это случилось с котенком». «С каким котенком?» «С таким котенком, который сидел в колодце». «А как же он очутился в колодце?» «Как он очутился, я не знаю». «Знаю я, что он там очутился». И плакал. И очень громко. И, наверное, ему было страшно в страшном колодце. И холодно в холодном колодце. И мокро в мокром колодце. И не было веревки. Ни одной веревки. Никакой веревки. И хорошо, что были брюки, пиджак и рубашка. Потому что надо же было сделать веревку. И ты сделал веревку? Сделал. Веревку я сделал. Но теперь я ничем не похож на человека. Ни брюками, ни пиджаком, ни рубашкой. Да, я понимаю. Ведь я еще уронил очки. А когда я тянул котенка, я уронил в колодце с портфеля шляпу. Да, ты посмотри, теперь уж я ничем не похож на человека. О, сказал человек, глядя не на суслика, а в небо. О, как похож, сказал человек, даже не взглянув на суслика. Как ты похож на человека. Теперь ты очень похож на человека, сказал человек. В книге «Сказки-минутки» вы найдете добрые истории Владимира Копнинского, Сергея Козлова, Бориса Захадера, Валентина Берестова и других авторов. Несмотря на то, что произведения написаны разными авторами, общее в них не только небольшое количество знаков, но и идея. Эти поучительные рассказы напомнят маленькому читателю, как важно быть добрым, честным и воспитанным. А все рассказы сопровождаются красочными иллюстрациями. Приятного чтения и хорошего вечера!